Добрый вечер, дорогие друзья! Первый канал приглашает вас на главный хоккейный матч года! Россия против Канады в финале чемпионата мира в Чехии. И мы начинаем прямую трансляцию из Праги, О2-арены. Россия и Канада, две команды, две страны, не встречались в финалах чемпионатов мира с 2009 года. И вот игра, которую ждал без преувеличения весь хоккейный мир. У микрофонов Андрей Голованов и Виктор Кусев. Мы начинаем! Вы видите хоккеистов сборной России, которые выходят из раздевалки. Канадцы уже на площадке. Сразу скажем о том, что ворот у нас защищает Сергей Бобровский. И с первых секунд встречи начинает 44-й Егор Яковлев, 77-й Антон Белов, пара защитников. И звено Виктора Тихонова, 8-й Александр Овечкин, 14-й Виктор Тихонов, 16-й Сергей Плотников. И первое звено у канадцев. Это звено Клода Жеру, центрального нападающего. Он играет под 28-м номером. Вместе с ним 79-й Райан О'Рейли. И 91-й номер Тайлер Сегин. Два защитника с ними. Это второй номер Дэн Хэмьюз. И вместе с ним 88-й номер. Особое внимание. Рэнд Бёрд. Это первое звено канадцев. Вообще надо сказать, что звенья и их порядок, их выхода на площадку пока что, пока что на бумаге. Тот же самый, что был и вчера в полуфиналах. Напоминаю, что накануне канадцы выиграли у сборной Чехии со счетом 2-0. Вы победили американцев 4-0. То есть голкиперы отстояли свои ворота сухими. Наш Сергей Бобровский и Майк Смит из Канады. Майкл Смит 33 года. Сергей Бобровский 26 лет. Вот они. Соответственно, Смит представляет Аризону. Сергей Бобровский играет за Коламбус. Но сегодня они вратари своих сборных. Наши в белых свинера, как видите, канадцев красных. Дело в том, что выбор формы был за сборной Канады. Потому что сегодня они в протоколу номинальные хозяева манча. Так бывает в каждой игре. Назначается хозяин. Но в принципе канадцев можно назвать хозяевами еще и потому, что они здесь в Праге на этой арене играют уже 17 дней. Мы-то только что подлетели. Приехали из Остравы недавно. Играли там. Вот наша команда находится здесь в Праге всего 2 дня. Но это никакое, конечно же, не попытка как-то оправдать. Ситуацию нет. И это все, естественно, шведы приезжали к нам в гости в Остраву. И это все в рамках договоренности. Итак, начало. Первое вбрасывание. Его выигрывают канадцы. И Дэн Хэмьюс передает своему партнеру по обороне. И сильно Брэнд Гордс бросает в синие линии. И еще дальше переправляет шайбу центральный нападающий. Там Клод Жеру, Райан Урэлли. Но мы их представили. Вот первые звенья пока что в таком составе. И у нас звено Виктора Тихонова, который играет уже в четвертом разных, в четырех разных сочетаниях за время этого чемпионата. Вот такая у него судьба. Смены будут проходить быстро. Команды, естественно, будут пытаться поддерживать быстрый темп. И вот уже подтверждение этого мы видим на площадке. Вторые пятерки. На звено Малкина Мазякин, Малкин, Кулемин, Куликов, Антипен. Ну, канадца. 87-й номер Сидни Кросби, конечно же. Двукратный олимпийский чемпион в центре внимания. Центр форвард. С ним играют полчетвертый Эберли. 14-й и уже третий бросок по воротам Бобровского наносят канадцы. В обороне в этой паре Маззин 6-й и 22-й Берри. Эберли. Канадцы здесь все матчи начинают очень мощно. И сейчас мы видим, что, в общем, инициатива на первых минутах у наших соперников. Ну, стоит ли говорить, что в сборной Канады только игроки национальной хоккейной лиги. И здесь немало звезд и опытных, и все равно великолепных молодых хоккеистов, которые уже начинают задавать тон в лиге. Наконец-то наши оказались в зоне. Это так называемое питерское звено. Вот Панарин с шайбой, нападающей этой тройке питерского СКА. И игра остановлена. Пока Панарин здесь пытался так расправиться с защитником у борта. Там была стычка в районе площади ворот. Мы смотрим повтор момента. Это повтор атаки. Бросал по воротам Бобровского Тейлор Холл. Четвертый номер из Эдмонтона. Семь шайб на счету этого хоккеистов, девятнадцатилетнего. Нет, он постарше немножко, да? Ну, мы уточним, да. Уже на этом турнире Тейлор Холл особое внимание. У нас четвертая тройка Анисимова. Сорок второй Анисимов. Семьдесят первый Ковальчук. Денадцатый первый Тарасенко. Куликов в обороне играет с Антипином. У нас шесть защитников заявлено на матч. И тринадцать нападающих. Широков еще в заявке. Ну, посмотрим, выйдет ли Сергей на лед. А это Илья Ковальчук. Капитан нашей команды разгоняется. Делает пас направо на Владимира Тарасенко. И бросок воротом Смита атакует эти самые ворота Артем Анисимов. Центральный нападающий нашего звена. Вот мы назвали и фамилией Тарасенко, уже и Ковальчука. Оба были пациентами нашего врача. Перед нынешним матчем много травм на этом турнире. И вот присоединились к травмированным, но легким травмам Ковальчука и Тарасенко. Два тренера. Олег Знарок, тренер сборной России Тот Маклелло. Главный тренер команды Канады. Для Олега Знарка, между прочим, это первая игра. Против канадца в роли главного тренера сборной России. И какая игра. Финал на вбрасывание плотников. К сожалению, наши снова проиграли в вбрасывании. И здесь достаточно удручающая статистика. Но будем считать, что это не главный элемент игры. Что он не будет решающим. Максим Чудинов за воротами. Пас какой-то неотчетливый, нечеткий в направлении Виктора Тихонова. Надо успокоиться, не нервничать. Тем более, это опытное звено. Они еще в Минске были объединены в одну тройку. Играли вместе. И Тихонов, и Овечкин. Плотников. Атака на наши ворота. Пас был на Райана Орелли. Первое звено канадцев на площадке. Овечкин. Орелли встречает русаловым приемом. Атака. Сегин. 91 номер. Нападающий Далласа. Главный снайпер Далласа. Национальный хоккейный риги. Вот он там за воротами. Поборолся с нашим Беловым. И не удается выбросить шайбу. Но хорошо заграл Овечкин. Овечкин перехватил шайбу в воздухе. Идет неожиданный бросок в дальний угол. Но Майк Смит на месте. Александр Овечкин завершил свой трансатлантический перелет. Сразу на полуфинальный груз американцами. Забросил шайбу и сделал одну голевую передачу. Смотрите, как он умело сыграл в своей зоне. Продолжил атаку. Ну и там особо некому было сделать передачу. И решил Овечкин нанести этот бросок на месте. Смит высоченный. Голкипер с канадцем. 191 сантиметр. Кулемин выиграл вбрасывание. Вот бросок опасный. И у нас так называемая Магнитогорская тройка на льду. Новосибирск когда-то играли в Металлурге вместе во время локаута. Но сейчас канадцы идут вперед. Перехваченный шайба. Холл один из лучших бомбардиров чемпионата мира. И Эберли атаковал. Да, шайба отскочила от ловушки Бобровского. И, собственно, Эберли беспрепятственно бросал поворотом. Ну, у канадцев настолько мощный состав, что лучший бомбардир чемпионата в системе гол плюс по спецы выходит в третьей тройке. Хотя здесь все условно. Третья тройка может стать и первой, и второй. У канадцев очень мощный состав. Все четыре звена достаточно высокого уровня. И в одной отдельно взятой игре каждый может выйти на первые роли. И вот еще одна. Так и бросок выше ворота Бобровского. Ну, достаточно сказать, что Просби играет во втором звене. И он, кстати, в этом составе не самый результативный, не самый лучший. Но он, канадцев, может сказать свое слово в решающий момент. Гадонов устремляется к шайбе, но первый там голкипер Смит. Фанарин пытался помешать канадцам начать атаку. Но Белов атакует. Ковальчук на Тарасенко. Хороший пас на Анизимовый бросок. Легко. Смит легко ловит эту шайбу. Ну, давайте судьи представим. Тобиас Верли из Швейцарии Владимир Шиндлер из Чехии. Главные арбитры помогают им. Пол Кернатон Соединенные Штаты Америки. Мирослав Глотский из Чехии отмечу, что бригада Верли Шиндлер судила наш четвертьфинал со шведами, которые мы выиграли 5-3. Это было еще в Остраве 14-го числа. Оба голкипера великолепно себя проявляют на этом турнире и претендуют на звание лучшего вратаря. И Майк Смит, и Сергей Бобровский. Из-под прессинга сложно выбраться. Савар. Бросок за наши ворота. Таффоли. 73-й номер, 4-е звено у сборной Канады. Не очень опасный бросок по воротам Бобровского. Безусловно, Сергей Герой четвертьфинала и главное полуфинала против сборной Соединенных Штатов Америки. В плей-офф очень многое зависит, в том числе от игры вратарей, от реализации большинства. Но от игры вратарей, может быть, в первую даже очередь. Главный тренер Тодд Маклеллан был на ваших экранах. Главный тренер сборной Канады. Еще до апреля он возглавлял сам после Шаркс. Но был уволен и сразу же получил предложение стать главным тренером национальной команды. Бросок вовремя свел вместе щитки Бобровский. Шайбу отбил. 35 бросков он парировал в полуфинале с Америкой, со сборной США. Плотников начинает атаку. К шайбе устремляется Тихон. От Виктора Тихона за вороты. Но эти мощные защитники сборной Канады. Сегин. Да, Сегин выходит на позицию для броска рядом со штангой. И очень опасно атакуют канадцы. Дмитрий Куликов наш седьмой номер. Шайба попала Виктора Тихонова. Вы слышите, Россия, Россия. 17 тысяч вмещает эта арена. И сегодня дворец переполнен. К сожалению, положение вне игры как-то неудачно. Вот Малкин вошел в зону раньше, чем туда вошла шайба. Рекламная пауза. Продолжаем нашу прямую трансляцию из Праги. Здесь во время Дни Чемпионата мира походил Конгресс Международной Федерации. Можно было поговорить со специалистами из разных стран. Все отметили, что канадцы привезли лучшую команду за 10 лет. Лучший состав они собрали. Букмейкеры сегодня ставят на Канаду в соотношении 3 к 1. Вот такой соперник у сборной России, у команды Олега Знарка. Настройка Малкина. Но у канадцев фантастическая, конечно, мотивация. Они не выиграли мировые чемпионаты с 2007 года. То есть уже 8 лет подряд. И что особенно для них обидно. 5 последних чемпионатов они заканчивали на стадии 1-4 финала. То есть не попадали даже в первую четверку. Вот сейчас они вышли спустя 6 лет в финал. И посмотрим, чем все дело закончится. Яковлев. Да, но крупные планы, которые были вслед за Малкина, нам показали Сидни и Кросби. И здесь на ней одноклубники. Оба играют за Питтбург. Но такая афиша сегодняшнего матча, конечно, это Кросби против Овечкина. Два короля мирового хоккея. Мазякин. Малкин. Пожалуй, это тройка в плей-офф. Малкина смотрится предпочтительнее остальных. Ох, какой перевод. Но не смог Эберли распорядиться шайбой. Впрочем, бросок! Как реагирует Бобровский, а? Браво, Бобровский. Его же уже назвали вместе с Понарином и Кулемином лучшим в составе сборной России на турнире. Да, тройка определена лучших заранее. И вот в этой тройке абсолютно заслужен Сергей Бобровский. Ну, у канадцев, кстати, тоже вратарь в этой тройке, Майк Смит. Кстати, в ней нет Сидни Кросби, потому что еще два человека. Это Клод Жеру, да, нападающий Клод Жеру. И кто еще? И, наверное, должен быть Хернс, да? Хернс, прекрасный защитник. Конечно, да. Питерская тройка на льду. Вот это звено, звено Шипачева, которое здорово начал турнир. Плэй-офф проводит не так. Уверен, немножко устали, мне кажется, какие-то, и потом не совсем здоровыми играют. Посмотрите, вот сейчас Мэтт Дюшейн очень здоровый. Девятый номер бросал хитрый такой басок в угол. Хорошо, что Бобровский его прикрыл. Мэтт Дюшейн, он как раз заменил в этой тройке Сидни Кросби. Вот такая была перестановка. С самого начала турнира Кросби играл с Маккиноном и Специей. Но вот потом переставал состав, может быть, чтобы сделать тройки как-то более равными, сбалансированными. Но Канада это сочетание опыта и молодости. У нас один из самых опытных Илья Ковальчук. Рядом с ним Артем Анисимов и Владимир Тарасенко. Такое звено у нас на площадке. Защитники Егор Яковлев 44-й, Антон Белов 77-й. Вот Белов шайба отдает Яковлеву. Ковальчук пытался переправить шайбу тут дальше из зоны. Все это закончилось броском. Очередным броском по воротам Бобровского. Подхватывает шайбу Тарасенко. Тащит, тащит ее. Идет вдоль борта. Проскакивает между двумя канадцами. Снова Тарасенко за воротами. Мелковой силовой прием со стороны Энниса, Тайлера Энниса из Баффало. Ошибается с передачей Ковальчук. Ковальчук. Нет, сейчас ошибся Ковальчук. И в такое поставил неудобное положение Куликова. Женя Илья так время-то время допускает такие вот ошибки. Но, понятно, с другой стороны, он хочет обострить игру. Сыграть как-то более резко, остро. Александр Овечкин на ваших экранах. Трехкратный чемпион мира. Для него, кстати, этот чемпионат одиннадцатый уже. Он в сборной с 2004 года. Да, для Ковальчука десятый, да, по-моему? Да, вот это два лидера наших по количеству участий в чемпионатах мира. На вбраслении Виктор Тихонов. Лучший бомбардир чемпионата мира в Минске, прошлого чемпионата мира. И вот он снова в первом звене. На челан он начинал здорово. Помните матч с норвежцами? Тихонов играл с Мазякиным и Зариповым. И мы говорили о том, что тройка играет в советский хоккей. Технично, изящно сыграна. Травма Зарипова. Ну, а потом уже прилег Малкина. Мазякин переведен к нему в тройку. В общем, изменения, изменения. Кстати, как я уже сказал, Тихонов, по-моему, в четвертом сочетании. Здесь вынужден играть. Но вот дошел до места в первом звене. И он сейчас на вбрасывании. Но в тот случай, когда вбрасывание мы выиграли. Главное, что подобрали. Там не было не совсем отчетливо, кто его выиграл. Но шайбу нашу подобрали. Это важно. Плотников. Вот такая карусель. Ну, выносятся шайбы из зоны. Дело в том, что игрок, атакующий команда, в данном случае Виктор Тихонов, был в площади ворот. Залез. Судьи сразу на это среагировали. И поэтому вбрасывание вне зоны канадской команды. И четвертый номер. Тейлор Холл. Давайте посмотрим, Андрей, все-таки, сколько ему лет. Интересно, как-то я себе не поменял. Семь шайб на этом чемпионате. Пять голевых передач, нападающие Эдмонтона. Двадцать три года ему взлом. Да, двадцать три года. Двадцать три года. Ну, и здесь не самый молодой. Восемнадцатилетний, девятнадцатилетний кисты есть у канадцев. Причем такие, которые претендуют на первые места в драфте. Или уже выбирались с первой позиции. Всех будем представлять по ходу встречи. А в соотношении бросков к середине периода 8-3 в пользу наших соперников. Мазякин бросает. Ну, Мазякин поверил в силу и точность своего дальнего броска. Мазякин, если не ошибаюсь, видите, вот его статистика. Шесть шайб, пять голевых передач. Он же в четырех матчах подряд открывал счет. Именно он, Сергей Мазякин. Удивительная статистика. И он лучший бомбардир нашей сборной по системе гол плюс пас. Вместе с Додоновым, да? Вместе с Додоновым. А на вправду тем временем центральный нападающий вот этого самого питерского звена Вадим Шипачев. Панарин. Как здорово Панарин разобрался с двумя соперниками. Сделал великолепную технику у Панарина. И здорово видит площадку. И, конечно, они очень хорошо сыграны с Додоновым и Шипачевым. Куликов. Панарин. Панарин удивительная техника. 23 года. Но вот я говорил, что питерский клуб будет выступать за Чикаго. Не попадает по шайбе Маккинон. Мы производим снину. Маккинон высоченный. Назовут Биг Мак в команде. Сейчас промахнулся. Не попал по шайбе. Выходит вратарь. Он пытается помешать Анисимов. И отходит назад. Максим Чудинов. 73 номер. И Андрей Миронов. Самый молодой. У нас 20-летний игрок нашей команды. Миронов выбрасывает. И довольно неплохо. И продолжает так движение шайбы Владимир Тарасенко. Товальчук. Какой-то проброс. Почти футбольный навес правого фланга. Тайлер Таффоли из Лос-Анджелеса нападающий. Опасно. Тем более, что в какой-то момент Сергей Вобровский потерял шайбу из вида. Вот смотрите, как играет. Это самый Таффоли. Подставлял клюшку Кутюрье на пятачке. Хорошо, что там его вытолкнул буквально Белов. Шон Кутюрье. Пора нам вызывать Юдашкина. Вбрасывание в центре площадки. Смотрим на табло. 8. Собственно, вы сами видите. 8 минут 45 секунд до конца первого периода. Который пока проходит с преимуществом канадской команды. Лотников. Здесь же канадцы по-разному играли. Да, они могли громить более слабых соперникам. 9-0, 10-0, 10-1. Когда игра с более сильной командой, чем те слабые. Канадцы могли сыграть и от обороны. И очень расчетливо. И мы помним, как они это сделали в финале Сочинской Олимпиады со шведами. Не только здесь. Савар отправил шайбу за наши ворота. Ну, при всех достоинствах сборной Канады, которые по всем цифровым показателям здесь лидируют, почти по всем можно с канадцами играть. Прежде всего, не нужно их бояться. А мы их и не боимся. Нужно стараться охранять свой пятачок, поактивнее действовать на чужом пятачке. В общем, не стесняться. Вот бросок в исполнении Эберли. Эберли опытный играл на ЧК «Мира 10» в 11-12-го годов. Есть и такие вот хоккейсты. И вот он в атаке. Джордан Эберли из Эдмонтона. А это наш Сергей Мазякин. Мазякин! Великолепный ход Мазякина! Ушел в центр и бросил без промедления. Рекламная пауза. Итак, мы снова возвращаемся на арену О-2 в столице Чехии, Праге, на площадке в финале чемпионата мира. Родоначальники хоккея, канадцы против действующих чемпионов мира, хоккеистов сборной России. 7,5 минут до конца первого периода. И на вбрасывание у нас Вадим Шипачев в зоне канадцев. Мазин, Джейк Мазин. Защитник второго звена канадской команды. Вошли в нашу зону. Берри, Тайсон Берри, 22 номер. Была попытка передачи на Додонова. Канадцы перехватили, но вот Панарин! Панарин! Додонов! Там справа открывается Шипачев. Шипачев! Не получилось и ответ. Снова Бобровский. Вот этот Мэтт Дюшен выводил партнера на такой завершающий бросок. Но по большому счету, кстати, бросок... Давайте представим Нейтан Маккино, 19-летний, 29-й номер. Был первым номером на драфте в НХЛ 2013 года. И потом стал лучшим новичком НХЛ в 2014 году. Вот такие вот. А это Тейлор Энис, нападающий Баффало. Вот такие хоккеисты, 19-летние, а уже заработавшие себе имя Национальной Хоккейной Лиги. Экблок. Это еще один молодой талант. Бобровский что творит? Один, два, три. Бобровский потерял клюшку. Клюшки нет. Клюшка за воротами. Там этим занимается Тарасенко. Сначала таксувал Бобровскому свою клюшку невротарскую. Бобровский показал, мне она не нужна. Привези ту мою. Слава богу, в этот момент шайба вышла из нашей зоны. Миронов. Какая передача Ковальчука. И немножко не хватило. Анисимову могло показаться, что положения вне игры нет. Все было чисто и четко. И ответ, какие скорости сегодня. И сколько раз уже выручил Бобровский. В атаке был Таффоли, 73-й номер. И вот он стремляется к шайбе. Он здесь наш, и здесь Тарасенко. Тарасенко через борт выбрасывает шайбу в среднюю зону. Смена состал. Данадцы нас едва на этой смене не поймали. Первое звено. Звено Тихонова. Защитник Бернс. 11 очков. Две шайбы, 9 дубых передач. Он носил бросок по вороту Бобровского. Читком наш вратарь сыграл. Это самая активная защита в канадской сборной. Тихонов неудачно выносит шайбу из зоны. Смена у нас происходит. А канадцы опять атакуют. Постоянное давление. Передача не проходит. Которую делал Жиро Овечкин. Овечкин выходит. Сам Овечкин бросает. Но у них тоже Майк Смит не промах. Сейчас неплохо Овечкин взаимодействовал с Блодниковым. Блодников ушел, словно уступив место для прохода Овечкина. Но мы наверняка увидим повтор этого момента. Пока что смотрим, как спасает два раза подряд Бобровский. Видите, теряет плюшку. И третий бросок уже, к счастью, выше наших ворот. Кулик там не успевают, не успевают подобрать. Чудинов был. Звено Кулёмина. И действительно, Виктор, вы абсолютно правильно заметили, что Сергей Мазякин, который сейчас левее располагается, в последних четырех матчах открывал счет состава. Да, такая интересная статистика. Выиграл сбрасывание наш Николай Кулёмин. Вот он Кулёмин включен в тройку лучших игроков сборной России. Вот уж такой итог. Но мы говорили об этом, подведемся и удивились, почему вдруг Кулёмин очень полезно Николай играет здесь. Ассистирует хорошо партнерам и очень хорошо в обороне отрабатывает. Белов. Белов и Яковлев. Ну и вот Звено. Малкина. Пол. Вот так вот поактивнее, да, как канадцы играют в нашей зоне, так и мы в их зоне. Пол поймал шайбу в воздухе и сделал передачу от этого взаимодействия. Совсем немного не хватило. Кстати, Кросби, чтобы укротить эту шайбу. 87-й номер. Сидни Кросби на площадке. Центральный нападающий второго звена. Это наш 87-й номер. Вадим Шипачев. Кросби идет к воротам. А Бобровский на льду был. И штанга. Гадонов. Шипачев на фланге. Гадонов не успевает подставить плюшку. Фанарин. Идет на Куликова передача. 93-й Виктор Антипин. Разворачивается Фанарин, бросает. И еще один бросок уже наносит Шипачев. Но такой неплохой отрезок. Питерское звено, питерская тройка провела. Ай-яй-яй. Ошибка, как была ошибка, небрежность Куликова. Куликов исправился, делает передачу. На Ковальчука. Ковальчук. Ну как надежен против него Дэвид Савар. Коламбуса, одноклубник нашего Сергея Бобровского. Это уже такой вброс в зону. Его сделал Антон Белов. Ну что, давление канадцев. Мы огрызаемся. Был какой-то вот сейчас небольшой период с выходом на площадку Додонова, Шипачева и Панарина. Когда провели несколько опасных атак подряд. Но пока, конечно, преимущество сборной Канады. Сложно это отрицать. И смотрите как. Совершенно одного остали. Попробовал сыграть. Конек, Клюшка. Конек. Икин. Двадцатый ногой. Да, нападающий Далласа. Открывался он хорошо. И как-то бросили его наши защитники на входе в зону. Побороться за две минуты до конца первого периода. Делает Тихонов. Шайба из зоны не вышла. Показывает арбитры. Тихонов подбирает ее за воротами. Передача. Борт и снова не получается. Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Но с этим не мог, конечно, справиться Бобровский. Эннис сделал такой обыкновенный прострел. Подставлена Клюшка. 1-0 в пользу сборной Канады. За минуту 50 секунд до конца первого периода. Икин игрок четвертой тройки. Нападающий клуба Даллас. Старс. Мы посмотрим. Тихона. Вот с чего началось. Неудачно выбросили шайбу. Эннис развернулся. Что, задела на Клюшку Икина? Это задел. Я вот смотрю, задел на Клюшку или надел на конек. Хотя в данной ситуации это все равно. Ну, и Миронов тут на пятачке не смог совладать с Икином. Миронов мощный. Его знаменитая мельница силовой прием. Но здесь он ее, так сказать, не демонстрирует. Тем не менее, он может побороться. Но вот Икин продавил буквально нашего молодого динамовского защитника. И что? Для Икина это четвертая шайба на турнире. Плюс одна передача. В регулярном чемпионате он очень неплохо играл за Даллас. Четвертый бомбардир. Но Даллас не попал в плей-офф. Хотя очень мощный подбор игроков. И нам не зря показали Андрея Миронова. Ну, действительно, действительно нужно было просто там, ну, в кавычках, конечно, убивать Икина на пятачке. Выбрасывать его оттуда. Выталкивать. Миронов дал сыграть. Но, с другой стороны, мы не будем слишком уж ругать молодого защитника. Ну, бывает. Ну, вот такая ошибка. Финал чемпионата мира. Миронов один из дебютантов. Соперник Канада. Знарок ему доверяет. Ну, вот бывают и такие оплотности, что ж поделать. Куликов тем временем нанес щелчок. Там подправлял Кулемин. Он находился прямо перед Смитом. Полторы минуты до конца периода. Кулемин шайбой. По-моему, судью, к сожалению, шайба задела. И эта шайба не дошла до Мазякина. Ах, опасным очень может быть Сегин. Очень быстро, быстро все делают. Мгновенно. Шайбу переправляют. Избавляются от шайбы канадцы. Чудинов за воротами и пас. Так, в направлении получил Скулемина. Последняя минута первого периода. Миронов шайбой. Рядом Чудинов. Миронов делает пас по центру. Неплохо на Датонова. И шайба уже в нашей зоне. Какое давление, а? Кросби. Кросби выходит от заворот. С неудобной руки. Свал шайбу в сторону ворот. Но и ответить последние секунды. Нет, сегодня не получается. У Шипачева. Не зацепился он за шайбу. Ну, сразу скажем, что в перерыве будет интервью нашего корреспондента Дениса Давыдова. И флэш-интервью обычное для наших трансляций. И вот сейчас мы узнаем, кто же будет собеседником Дениса Давыдова. Посмотрим. Пока вбрасывание за 22 секунды в зоне канадской команды. Выиграли вбрасывание. Прицельный бросок Яковлева. Он сыграл блином Майк Смит. И снова Яковлев. И под щелчок. Там был Тарасенко. Ну, все. И сирена. Закончился первый период на О-2 арене в Праге. Смотрите прямую трансляцию первого канада. Канала сборная Канады выигрывает у команды России со счетом 1-0. Мы готовимся к флэш-интервью. Но пока короткий итог. Конечно, можно сказать о закономерности этой шайбы. Конечно, которую не хотелось бы пропускать. Да, вот нам сказали, что Николай Кулемин будет беседовать. Точнее, Денис Давыдов будет беседовать с Николаем Кулемином. Не хотелось бы пропускать эту шайбу. Но, в принципе, скажем так, наиграли на нее канадцы. Да, мы отвечали. Да, у нас тоже были моменты, были дальние броски. Мы дали возможность и Майку Смиту, вратарю канадцев, себя проявить. Но все-таки канадцы играли острее. Что-то сейчас должен сказать Олег Знарок в своей команде. Он знает ее сильные стороны, знает проблемы. Например, вот эти шесть защитников. Каждый из защитников у нас, как мы говорили, на вес золота. Но сейчас слово Денису Давыдову и Николаю Кулемину. Первый период завершен. И его итоги мы подводим с нападающим сборной России Николаем Кулеминым. Николай, агрессивно очень начали канадцы. Давили буквально с первых секунд. Ожидаемо это было для вас. И чем-то удивили они по ходу первого периода? Канадцы всегда так играют с первых сменок. Пытаются сразу начать играть активно в силовой хоккее. Мы были к этому готовы. Выполняем задачи тренера. Пропустили голы. Будем играть дальше. По ходу периода Олег Знарок вносил, видно, были какие-то коррективы. Рисовал он очень много схем на планшете. Что-то подсказывал хоккеистам. Какие коррективы были внесены? Просто напомнил то, что мы должны делать и играть в свою игру. Как считаете, почему только одно удаление? Почему так аккуратно и осторожно играют команды? Это финал. И все понимают, что удаление могут решиться в ход матча. Поэтому все стараются играть чисто. Спасибо большое. Это был Николай Кулемин. Коллеги. Итак, второй период финального матча чемпионата мира по хоккею. Россия-Канада. Канада-Россия. Канадцы выигрывают со счетом 1-0. До этого они победили в 9 матчах. Забросили 60 шайб. Это, в общем, была участь каждого соперника. Как же соперник попадал под этот канадский каток. Под канадский пресс. И сегодня мы это чувствуем на себе. Но я вам должен сказать, что надежда у нас есть. Надежда сохраняется. Мы надеемся на Артемия Панарина молодого. Для которого в хорошем смысле не существует авторитетов в мировом хоккее. Он уже здесь это показал. Надеемся на опыт Александра Овечкина. Илью Квальчука надеемся. Надеемся на связку Мазякина с Малкиным. На нашего вратаря надеемся. Который блестяще себя проявляет в этом матче. И он просто физически не мог парировать шайбу после броска. Точнее, после того, как Икин подставил клюшку. К сожалению, канадцы зачастую не дают нам выходить из зоны. Выводить шайбу из зоны. Именно так они шайбу и забросили. Выбросить не получилось. Пошел пас на Эннис. Энниса переправил на Икина. И в одно касание. 1-0 в пользу канадцев. Наши выходят на площадку. Во главе Сергеем Бобровским. Ну, надо сказать, что мы не так плохо смотримся на вбрасываниях. Да, у канадцев есть преимущество, но небольшое. У нас особенно удачно в вбрасываниях действовал Николай Кулемин. Чуть хуже Артем Анисимов. А вот Виктор Тихонов, к сожалению, имеет показатель минус 3. Одно выиграл в брасывании, 4 проиграл. Вообще, канадцы первое место занимают здесь по вбрасыванию. Они лучшие по вбрасыванию на турнире. У нас мы где-то в середине. Шестое место, да? Шестерку мы замыкаем. Итак, Смит и Бобровский. Смит пропустил совсем немного шайб на турнире. Но тут какая ситуация. Канадцы играют агрессивно, навязывают соперникам свою волю, что называется. И у Смита мало работы. И у обороны немного работы. Потому что все время канада в атаке. И у вратаря. Истинные возможности вратаря канадцев Смита, кстати, олимпийского чемпиона Сочи. Правда, он там был третьим вратарем, не играл. Но и у истинные возможности, по сути, мы не знаем. Они неизвестны. Потому что серьезной работы у него ни в одном из матчей не было. В отличие от нашего стража ворот. Но Майк Смит не единственный чемпион олимпийских игр в Сочи. В составе канадской команды всего четыре таких хоккеистов у канадца. Вбрасывание. Второй период. На вбрасывание у нас Виктор Тихонов. Снова канадца. Не очень удачный опять. Поменялось ли что-то в сочетаниях игровых? Вроде бы нет. У нас тройка Тихонова. У канадцев тройка Жиру. И он бросает. Да, это первое звено. Клодом Жиру в центре. И по флангам Райан Орейли. И здесь Тайлор Сегин. Овечкин в первом матче на турнире против американцев. Гол плюс пас. Два очка. Показатель полезности плюс два. И четыре броска нанес. Четыре броска. Хороший был шанс у него и в этом матче. Но, к сожалению, вышел на ударную позицию. Но не получилось. Выиграл вбрасывание Сидни Кросби. Канадцы этим не воспользовались. Больше того, вперед, вперед. Лезет, лезет. Малкин тащит шайбу, борется за воротами. Здесь два канадца. И уже ответ. Вот это Тейлор Хол. Нападающий фланговый, нападающий второго звена. Семь шайб забросил на турнире. Четвертый номер. Странный номер для нападающего. Но, тем не менее, форвард Эдмонтона. Вот он с шайбой. Холл делал передачу на Кросби. Кросби. И слетом после передачи Кросби. Попытка переправить шайбу в наши ворота. И там бросок наносил Эберли, по-моему, да? Да, 14 номер Эберли. Еще раз главный тренер Тодд Макклеллон. Как и Олег Нарок наш. Он в прошлом нападающий. Оба не форварды. Ну, а для Олега Наркамер очень где-то первый финал. Вот на тренерской скамеечке. Потому что вы помните, что в Минске он из-за дисципликации финал пропускал, то есть находился на трибуне. Сегодня он там, где и положено быть тренером. Накинан Дюшен Спеца у канадцев. И Джейсон Спеца, ассистент капитана, на точке вбрасывания. И вот сейчас наши перехватывают шайбу. Фанарин ее потерял, вернул себе. Но в итоге оказалось оно у канадцев. И вот уже за шайбой едет туда Андрей Миронов. Вбрасывание. Вбрасывание будет в зоне Майка Смита. 46 номер. Петрик Виркош. Усокий, 195 сантиметров. Защитник от Тавы. Но это наш центральный нападающий звена питерского Вадим Шипачев. Удар по руке получил в конце второго периода в матче с американцами. Но потом вернулся в игру, вернулся в бой. И это не единственный подобный случай у наших акистов на нынешнем турнире. Фанарин. Шипачев. Слабой прием. Игра высоко поднятой клюшкой. Это 77 номер Антон Белов. 71-й Илья Ковальчук. Ковальчук капитан, напомню. В прошлом году капитаном был Александр Овечкин. Но хотя Овечкин сюда приехал, никакой смены, так сказать, капитанского статуса не произошло. По-прежнему капитан Ковальчук. А Икин нам в кадре показали. Да, вот эти ребята, которые забросили первую единственную шайбу пока в нынешнем матче. И где-то четвертая тройка. Четвертый. Вот канадцы чем и опаснее. Любое звено можно, что называется, выстрелить. Тюрье выиграл бросование. Хемьюз. Второй номер защитник. Дэн Хемьюз из Ванкубера. Ох, как опасно бросал Эннис. Бернс. Мощнейший щелчок. Не уследишь за шайбой. Хемьюз. Хемьюз, Бернс. Первая пара защитников. Эннис. Да. Эннис, отметившийся в первом эпизоде с обзятием ворот голевой передачи. Помните, сейчас сыграл, мы называем это по-бобровски. Память о нашем гениальном форварде обогнул ворота и в ближний угол. В открытый угол Эннис послал шайбу. Ну вот, смотрите. Здесь не помог и Бобровский. Вроде вот так все разобраны, но Эннис на очень высокой скорости. И ехал за ним Андрей Миронов, друзья. Ну вот, видимо, что-то Андрея Миронова не хватает. Опыта не хватает. Ласса, может быть, не хватает. Видите, второй эпизод и снова упускает нападающего именно Андрей Миронов. И Андрей Миронов здесь не дошуток. А другой защитник, Чудинов, боролся на пятачке с партнером Энниса. То есть защитники тут вот не сыграли должным образом. 2-0. Между прочим, Эннис представляет клуб Баффало. Это слабейший клуб по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Финишировал Баффало на 30-м месте. В плей-офф не попал. Но Эннис там на ведущих ролях. Да, 2-0. Брасывание в нашей зоне. Четвертое звено. Два раза выстрела именно четвертое звено. Ни Кросби, ни Маккинон. А вот эти вот ребята. Сегин. Клод Жеру. Центральный нападающий первой тройки. Смит играет клюшкой. Раньше Виктора Тихонова. Вот отскок, отскок от судейского конька. У Плотникова был шанс. Он так сказать предпочел попытаться сделать передачу на Тихонова. Можно было исхитриться. Я думаю бросить. Видим повтору этого момента. Я невольно помог. Мы не воспользовались. Напомним, кстати, бригаду арбитров, Андрей. Тобя сверлишь в Вейцаре. Владимир Шиндлер. Чехия. Помощники из Соединенных Штатов Америки и Чехии. Останавливали Сидни Кросби. В результате наши в зоне. Мазякин. За воротами Кулемин. Кулемин. Ох, легкой. И второй бросок. Ай-яй-яй-яй. И просто шайба сошла с клюшки Мазякина. Миронов. В ощущении, что Мазякин уже видел шайбу где-то там в направлении своего броска. Она в это время уже на нее не смотрела. И в это время шайба подскочила и на крюк не попала. Веркош. Вы знаете, Виктор, я позволю себе одно размышление, соображение относительно Миронова. Он в какой-то степени. Вот момент. Великолепнейший бросок Мазякина. И шайба, к сожалению, с клюшкой повтор шайба Эмиса. Миронов стал заложником ситуации с защитниками. У нас выбыли из-за травм двое людей. И мы играем в шесть защитников. В принципе, Миронов не основной защитник. Но поскольку вариантов нет, он выходит, проводит по 15 минут за матч и больше. И ему, конечно, тяжело. Он устал и не хватает опыта. И отсюда, наверное, вот эти ошибки неприятные. Ну да ладно, вернемся на площадку. Антипин. Шипачев, вот шанс. И снова не получается бросок. Вроде бы, Шипачев вывел. Панарина обычно бывает на ворот у Панарина. Не вышел бросок. Шипачев на пятачке. Ему противодействует Вико, Виркош. Для Куликов. Куликов играет на Антипина. Антипин красной линии. Шипачев эту шайбу не получил. Вот сейчас Панарин. Антипин. Бросок за ворот, а Пош нужно смениться. Хемьюз. Снова Хемьюз с шайбой. Олимпийский чемпион Сочи. Играл Польф Нас в финале 2009 года, кстати, Хемьюз. Это уже Маккинон, 29-й номер. Вновь Хемьюз. Наши в чужой зоне прессингуют. Ковальчук, Тарасенко. Вот Тарасенко делает пас на Ковальчука. Щелчок. Не точно. Энис. Энис и Миронов ведут борьбу опять. Плотников. Борется с Мазином. Джейк Мазин. Шестой номер этого партнера. По звену Эберли как раз 14-й номер. Хабиатская борьба в зоне канадской команды. Подключился Тихонов. Входит в зону Берри. Тайсон Берри. Бросок. Канадцы подбирают шайбу. Энис. Чему первому успел у Рейли? Плотников развернулся. Но у Рейли тут как тут. Разобрался в этой ситуации Плотников. И уже пас от Овечкина. Пошел на Куликова. Простите. В результате получил шайбу Плотников. Так мимо защитника. Мимо Чудинова. Малкин. И Малкин тоже не точно. Прокорта был хороший. И ответ 2 в 2. Там один еще на помощь. Бросается на скамейки запасных. Николай Кулемин. И какой молодец Бобровский. Он стоял до конца. Он не поверил, что возможно передачи. И отразил бросок. Вот в зоне канадцев не удается закрепиться. К сожалению. Как говорил Овечкин, что если Бобровский видит момент броска. Если... Вот тогда ему просто забить невозможно. Но вот видите, те 2 эпизода, когда наши ворота поразили канадцы. Они были как раз не из этой серии. Удачно подставлены клюшкой. И потом вот этот проход за воротами. Можно ли во втором пропущенной шайбе винить Бобровскому. Не знаю. Он не успел сместиться. Но пока пауза у нас рекламная. Финал чемпионата мира по хоккею в Праге. Канада, Россия. Канадцы выигрывают с отсчетом 2-0. Мы приближаемся к середине второго периода. И вбрасывание в зоне Майка Смита. 33-летнего канадского вартаря. Пол. Второй взгляд. Переда сюда так через Эберли. Туда на правый фланг. Кросби здесь. Пол Эберли Кросби. Шайба в наших воротах отличается. Кросби. Сидни Кросби. А конкретно сам лидер канадской сборной. Сидни Кросби. Четвертая шайба. Четвертая заброшенная шайба на этом турнире. 10 очков. Сидни Кросби сам попросился. Позвонил тренеру. Попросился в состав сборной. Сказал, я хочу сыграть. У него задача попасть в тройной золотой клуб. Дело в том, что у него есть победа в Кубке Стэнли. На Олимпийских играх. И вот хочет стать чемпионом мира. Неудачно выбросили наши шайбы из зоны. И в итоге все закончилось с шайбой Кросби. В этом клубе на данный момент, Виктор, продолжая вашу тему, 25 членов, в том числе наши. Каменский, Гусаров, Петисов, Ларионов, Могильный, Малахов. 8 представителей Канады. Ну и вот Кросби хотел бы, хотел бы стать девятым канадцем. Ну там всего 25 человек, он хотел бы стать двадцать шестым. Да, ну вот знаете, Бобровский велик. Бобровский прекрасен, но Бобровскому надо помогать. Нельзя его вот так оставлять один на один. Но не раз это делали в полуфинале в Соединенными Штатами Америки. Не всегда он может выручить. Тем более, такой убойный был бросок в дальнюю девятку Сидни Кросби. Кросби ассистировал Эберли. И Хэммиус ассистировал. Также это вторая тройка канадская. Сказали Олега Знарка, и кто-то, может быть, решил, что он растерян. Нет, Знарок-то знает, как играть против Канады. И разработан был план тренерами. Но одно дело разработать, другое дело воплотить. Это сложнее гораздо, как вы понимаете. Ну Тарасенко пас на Ковальчука. Ковальчук и падает. И падает. Удаление. И не будет удаления, потому что канадцы... Отложенный штраф, но канадцы использовали еще до того, как прозвучал свисток. 4-0. Да. Тайм-аут, что ли, взять? Сегин. Обратите внимание на статистику. Девять шайб, ни одной передачи. Что тут? Ковальчук падает. Пошла атака на наши ворота. Быстрый период. Мгновенный. Развернулся. Ох, ну это для эстетов уже. Жеру какой сделал пас. Да. И просто Сегин. Главный снайпер дал этому что-то. Делал свое дело. Там, вы знаете, там вот это нарушение и удаление, которое обязательно не состоялось, не было никакого отношения к падению Ковальчука. Да, да, да. Там раньше перед нашими воротами было нарушение правил, там что-то типа задержки. Но, собственно, это уже сейчас никакой роли не играет. Да. Тайм-аут. 30 секунд для тайм-аут. Один раз в течение матча тренеры могут его взять, могут взять эту паузу. Но Олег Знарок использует это в середине второго периода. При счете 0-4. Александр Овечкин на ваш экранах. Сегин был на ваших экранах, автор заброшенной шайбы. Снова же первое звено. Тихонов проигрывает сбрасывание. Бернс в нашу зону и направляет шайбу. Орейли заедет за ней. Силовой прием. Снова Бернс. Плотников. Попадает в грудь Хемьюсу. Овечкин борется, отчаянно борется за воротами. Там с превосходящими силами. В результате Кросби выбросил среднюю зону. Овечкин в одно касание. Плотников ловит шайбу на клюшку, но продолжения нет. Вот поборолся. Знаете, с воротарем. Малкин очень неплохо, но опять же, опять же, ничем это не кончилось. Я имею в виду развитие нашей атаки. Удар клюшкой. Удаление. Теперь уже будет удаление. И, к сожалению, в составе нашей сборной Евгений Малкин отправляется отдыхать. Один из попыток канадцы использовали из 32, играя в численном большинстве на этом турнире. И у них по этому показателю Сегин, кстати, лучший. Пять шайб забросил. Ну что и говорить, такого соперника, конечно, у нас не было на этом турнире пока что. Спеца на точке вбрасывания. Здесь же Холл и Эннис, трое-то нападающих. Им очень с мощным броском защитник Бернс. А у нас... Вы смотрите нашу четверку, да? Да. Четверка меньшинства. Сейчас посмотрим. Там вот Белов, Белов, Яковлев. Белов, Яковлев, да? Белов, Яковлев. Белов, Ковальчук и Анисимов. Белов, Яковлев, Ковальчук, Анисимов. Мы в меньшинстве. За третье место сегодня был матч. Американцы выиграли у сборной Чехии со счетом 3-0. И сборная США завоевала бронзовые медали. Как и два года назад на чемпионате мира в Швеции. А чехи третий год подряд без медалей остались. Хотя собрали, казалось бы, всех лучших. Канадцы очень расхлябанно, надо сказать, действуют. Но наши неплохо, неплохо убивают. Будет численное преимущество канадцев. Но действительно, по-моему, как-то канадцы скорее взяли передышку. Или затишься перед бурей очередной. Эннис в атаке. Уже у него гол плюс пас сегодня. И бочно бросает Жеру. Тоже центральный нападающий на месте защитника. Не только мы, естественно, используем в такой ролике Войчука. Вот сейчас Жеру у них на синей линии играет. Ну, я думаю, мы с Виктором солидарны в том, что наши не сдадутся. Командам «Знарка». Что в московском сборной присуще бороться, биться до конца. И можем вспомнить. Хотя, конечно, натянутое такое сравнение. Матч Евротура. Евротура в конце апреля в мытищах со шведами. Мы проиграли 0-5. Это вообще был шок. Потом сократили разрыв до минимума. Но все дело в том, что уровень, конечно, другой. Евротур и чемпионат мира. И соперник сегодня... Ну, пока объективно нас переигрывает. Смит что-то тут затеял. Интересно. Ну, вот такие вещи Смит себе позволяет уже. Это... Вот за это надо наказывать. Это... Неуважение какое-то к сопернику. Ну, пока нужно убить честное преимущество. А потом уже наказывать. Антипин за воротами. Вот как раз Жеру. И сделал передачу на Бернса. И Жеру. Бернс. Бернс. Щелчок мощнейший. Оббивает Жаю Бобровский. Была возможность забить ее ворота. Наша в полном составе. Рейли. Малкин берет игру на себя. Идет до конца. Идет за ворот. И передача неплохая на пятачок. Там Кулемин должен был сыграть. Оттеснили Кулемина. Вот Кулемин уже сам за воротами. Сложно. Цепкие. Цепкие защитники. Это очень хороший Дэн Хэмьюс. Опытнейший Дэн Хэмьюс. И уже Кутерье играет дальше. Надо начинать сначала. Малкин. Ну вот неплохо. Неплохо вмешался между собойчик. Канадским вратарем и защитником. Наш Кулемин. Ну вот эта активность Кулемина у ворот сборной Канады привела к тому, что канадцы нарушили правила. Был удар соперника клюшкой. И мы уже получаем чистое преимущество. Отправляется на скамейку штрафников Тейлор Холл. Которого мы вам уже достаточно представили нападающий Эдмонтона. У нас хорошая была реализация. Долгое время мы лидировали. Реализация большинства. Сейчас мы тоже в лидерах. Уступаем только канадцам. Каждое третье удаление используем. И интересно посмотреть на то, что кто на площадке. Питерская тройка с Ковальчуком и по-моему Яковлевым. Да, шайба к Яковлеву отскакивает. Шипачев. А на пятачке никого. Там Хэмьюз. Таурейли перехватывает. Ковальчука не получился бросок. У нас с американцами же был Сочтаевичкин, Малкин, Мазякин, Тарасенко. Помните, Ичудинов. Да, а с отшведом вообще однажды пять нападающих вышло. Но... Но вот видите, к сожалению, недолго музыка играла. Шайба оказалась в нашей зоне в результате. Помните, как все Ковальчук бросил. Попал в соперника. Или там сорвалась шайба с клюшки. И, короче, в нашей зоне уже вынужден. Ну, не вынужден, но вот так получилось, что свалил Чудинов. Яковлев. А, Яковлев, простите, да, Яковлев. Егор, мужественный парень. В матче с Данией, сильное рассечение. Наложили шесть швов, как и Анисимову, кстати. Чемпион мира очень талантливый, яркий защитник Ярославского локомотива. Сейчас он на скамейке штрафников. Четыре полевых игрока в каждой команде. Но... Ол выйдет на площадку на 32 секунды раньше, чем Яковлев. Дюшен на точке вбрасывания. И все-таки молодец Тарасенко. Выиграл вбрасывание. Тарасенко играет с Малкиным. В этой четверке, да? Да. Малкин поборолся за шайбу. И как раз сделал передачу на Тарасенко. Тарасенко. Дираж останавливается. Ждет отключения Малкина. И пас на защитника. Малкин на пятачке. И шайба даже не доходит до канадского вратаря. И ответ Дюшена. Дюшен получает ответную передачу от Маззина. Печайно борется Плотников, но... Виктор, я очень не совсем понимаю, как ведется подсчет бросков. Но, согласно компьютеру, у нас во втором периоде ни одного броска по воротам Смита. У канадцев 10 по нашим. Ну, с 10 можно согласиться. Потому что мы ни разу не бросили. Это как-то вообще не понятно. Чтобы у нас 5 бросков так и осталось показать. Удивительно. Но дело в том, что броски-то были, но они в основном не доходили до Майка Смита. Давайте вспомним хотя бы один момент, когда Смит вступил бы в игру. Выручил командов. Так что, я думаю, компьютер ваш не врет, Андрей, к сожалению. Подставлена клюшка. Белова шайба летит за наши ворота. Там Холл ее подбирает. Холл. Передача Перекладина. Мгновенный был бросок после передачи Холла. Сегин направлял шайбу в наши ворота. Спасла Перекладина. Пятый номер Эгблат. Снова у Сегина шайба. И назад. Вот он. Эгблат. Эгблат мощный. Кто-то правильно написал. Ему в 19 лет выглядит как вообще уже 30-летний мужик. Яковлев. Но подножка была. Шайба остается у Яковлева. Судья не сфиксировал нарушение правил. Вот посмотрите, момент Перекладины. Шайба попадает в Сегин. Ну, Сегин, мы сказали, играет за Даллас. Вообще-то в Далласе главная звезда это другой нападающий Пен. Лучший бомбардир чемпионата НХЛ. Но он из-за травмы бедра не приехал. Пять минут до конца второго периода. Ну, вот, что-то получает. Нет, так и не дошло дело до броска. Миронов уже не успевал закрыть зону. Ехал меняться. И поэтому бросил туда подальше за ворота. Пас Дюшен оставляет спеца-спеца. Лучший бомбардир чемпионата. Шесть заброшенных шайб. С теми был плюс пас. Восемь передач. Все, 14 очков. А это наш, это наш лучший. Дадонов. Но подставлено. Крюшка и не опасный такой получился бросок к воротам Смита. Тарасенко. Ну, повтори подвиг Энниса. А, нет. А вот уже сам Эннис носит и успел к этой шайбе. Есть такая неточность, нечеткость, да, в наших передачах. Но просто все, так сказать, делается под прессингом канадцев. Не так все просто. Мазин, шестой номер. Ну вот, Мазякин. Мазякин по флангу. Рядом с ним Малкин. Пас на Малкин, но куда-то прям в коньки Малкину. И Евгению сложно было принять такую передачу и что-то с этой шайбой сделать. Вот, но теперь уже Малкин Мазякину. Мазякин за воротами. С ним мощный Мазин вступает в борьбу. Наши сохранили шайбу. Мазякин. Рядом Малкин. Малкин шайбу получает. На открывающегося Мазякина клюшку подняли. Малкин. Неплохо, но... Но может быть понятен. Понятна была мысль Куликова, но все-таки сказал, что пас уже лишний. Буду пробовать бросать поворотом. Он давал уже туда надежды. На последующий бросок. Открытый угол. По-моему, нарушение численного состава. Нет? Сейчас посмотрим. Да. Слишком много человек найду. Нарушение численного состава. Еще вот из-за этого удаляемся. Вообще, в принципе, мы играем здесь довольно корректно. Штрафных минут не так много. Почти нет ненужных удалений. Мазякин, вы видите, будет отбывать. Почти нет ненужных удалений. Там со шведами было 2-3. Но, тем не менее. Но вот сейчас совершенно необязательно. Это удаление фактически... Да, все это за 2,5 минуты. До конца второго периода. 4-0 канадцы выигрывают. На вбрасывание у них спеца. Вот он лучший по системе гол плюс пас в чемпионате. Вбрасывание он проигрывает. Там хорошо сыграл Тихонов. Он же устремился к этой шайбе. Но спеца. Спеца выходит на позицию для броска. Тихонов. Напоминаю, что мы в меньшинстве. Поэтому просто выбросил шайбу из зоны. А это пас прямо по центру. Хол! Едва не выскочил один на один. Спеца назад. Прорывает. Прорывает передачу Тихонов. Но сохранил горн шайбу в нашей зоне. Спеца развернулся. И бросок Дюшена. На месте Бобровский. Сейчас у канадцев так называемая спецбригада. Четыре нападающих и один защитник. Спеца бригада, я бы даже сказал. Шайба Сегина. Антон Кудобин. Наш резервный голкипер на сегодня. Но там напоминают о том, что 29 золотых, 9 серебряных, 7 бронзовых медалей. На табло информация для болельщиков. По-моему, мы ее с удовольствием повторяем. Вот столько наград завоевали наши хоккеисты. С учетом медалей СНС. Поправочка. Табло 27 золотых. 29 это ошибка. 27 на самом деле. Табло ошиблось. У канадцев 24 золота. Продолжаем мы играть в меньшинстве. Минута 10 секунд. И Мазякин у нас отсиживает этот 2 минуты штрафа за нарушение численного состава, как вы помните. Небрежно играет. Вернс за воротами. Но пас-то какой. Пас самый что-нибудь на есть брежный. Рейли, правда, не смог там принять шайбу. Смит активно руходит за ворота. Вообще у него интересная манера. Это и на Третьяк. Третьяк, президент нашей федерации, великий вратарь отмечал, что Смитом он нравится своей такой нестандартной манерой игры. Шайба не вышла из зоны. Можно продолжать. Жиро. Щелчок Берри. Кросби. Еще 15 секунд. Кросби. Шипачев устремляется в ответ на атаку. Натыкаются. Снова сошлись 2.87 номера. Наш Шипачев и канадец Кросби. Таффоли. Мазякин выходит на площадку. В полном составе наша команда. И уже совсем немного времени до конца второго периода. Канадцы продолжают играть в нашей зоне. Хотя численного преимущества уже нет. Под острым углом выходил Таффоли. Бросал. Мазякин. Кутюрье. Поборолся Антипин. 22 года. Один из самых молодых игроков в составе сборной России. И все. Конец второго периода. В котором канадцы забросили еще 3 шайбы. И общий счет 4-0. И мы ждем сейчас. Да, у нас запланировано флеш-интервью, если не ошибаюсь. Да, и собеседником Дениса Давыдова будет защитник сборной России. Егор Яковлев. Виталин, Шизнаров, два тренера. Но что-то нужно делать. Понятно, что ситуация аховая. Но катастрофы никакой нет. Нужно стараться играть. Пытаться, пытаться играть. Наладить свою игру. И противопоставить что-то вот этому самому молоту. Или катку. Или прессу канадскому. Как хотите. Что сделать довольно сложно. Дело довольно сложно. Немножко, мне кажется, даже не немножко разобщенными выглядят сегодня наши звенья. И даже те звенья, в составе которых особых изменений не было. Ну что ж, интервью и слово Денису Давыдову. Итоги второго периода подводим с защитником сборной России Егором Яковлевым. Егор, счет на табло 4-0. Но впереди еще 20 минут. За счет чего мы можем добавить? За счет активности, за счет желания, за счет нашего русского духа. По-другому никак. Сделаем все возможное. Но нужно забить сначала одну шайбу, а там будет видно. Не очень удачная формула. У нашей команды на турнире вчера поздно закончили. Сегодня не успели раскатиться. В отличие от канадцев. Канадцы у них раскатка была утром. Как-то может это повлиять на результат? Влияет на результат? Да нет, не будем пенять на это. Мы должны выходить и играть всегда в полную. Я не думаю, что это какой-то фактор. Там пару часов лишнего восстановления. Поддержка болельщиков сил, энергии придает? Да, конечно. Очень много наших болельщиков. И пока что не удается забить гол. Но мы все сделаем для того, чтобы это сделать. Спасибо вам. Удачи. Итак, 4-0. Канадцы выигрывают у сборной России после двух периодов финального матча чемпионата мира в Праге. У нас есть еще 20 минут чистого времени, чтобы попытаться сделать невозможное. Канадские нападающие сегодня подавили нас, подавили нашу оборону. Здесь можно говорить о том, что Олег Нарок предпринял попытку компенсировать недобор игроков в обороне, привлечением игроков группы атаки. Можно было обсуждать или даже осуждать, если бы какие-то реально лучшие защитники остались бы за бортом. Но дело в том, что кто-то был занят в Национальной хоккейной лиге в Кубке Стэн, Емелин и Марков. Можно было их позвать с корабля на бал, но это, так сказать, не факт, что это увенчалось бы успехом. Кто-то, защитники ЦСКА ведущие, травмированные. Поэтому это скорее такой вынужденный шаг, чем какой-то тактический код. Защитники, которые были в распоряжении лучших из них, из тех, которые были в распоряжении Олега Зинарка, они задействованы. Но их мало, их не хватает, 6 человек, и они вот сейчас к концу турнира допускают ошибки. Ну что же, это так, как говорится, а про по, а сейчас вбрасывание в центральной зоне, и мы начинаем третий период при счете 4-0 в пользу канадцев. И сразу обращаем внимание на перестановки в составе сборной России. Анисимова выпускают тренеры в качестве центрально нападающего первой тройки. Вместе с Овечкиным и Тарасенко. Анисимов, Овечкин, Тарасенко. Да, то есть два хоккеиста из четвертой тройки. И вот тут Овечкин. Тем временем канадец будет удален. 79-й номер у Рейли. Вы видели за что. В самом начале третьего периода. Вот шанс. Этот человек выиграл кубок Стэнли в качестве помощника Майкла Бэбковка с Детройтом в свое время. Главный тренер сборной Канады. Мак Леллан, да? Да. Ну вот Сан-Хосе очень, так сказать, неудачно сыграл. Не попал в кубок Стэнли. В апреле его уволили. Акулы. Ну вот смотрим еще раз. Пол в средней зоне, да? Ну такое разбирательство с судейской бригадой. Тем временем Орейли на скамейке штрафников уже. И давайте напомним, поскольку время есть у нас тут вот Овечкин и Хемьюс. О чем-то говорят с арбитрами. Кто арбитр? Хотя бы страны. Вспомним. Это интересно. Тобиас Верли, Швейцария. Владимир Шиндер, Чехия. А Орейли реабилитировали. Да, там вот, так сказать, выяснили. И скорее там, ну или не было нарушений. Или может быть было нарушений даже стороны нашего хитиста Владимира Тарасенко. Так или иначе, стало ясно, что Орейли ни в чем не виноваты. По пять человек в каждой команде. Имея ввиду полевых игроков. Ну к чему приведут перестановки и перевод Анисимова и Тарасенко. В первую тройку. Посмотрим. Помогают швейцарцу и Чеху. Американец Кернатон и Чех Лобский. И скажу о том, что Верли провел уже 10 матчей на турнире. Швейцарица это наивысший результат. Анисимов на точке вбрасывания. Смотрим здесь же Обечкин. Ну да, вот как раз Анисим, Обечкин и Тарасенко. Анисимов, вы знаете, врачи запретили играть на вбрасываниях. Но он выходит в этом матче. И, кстати, имеет неплохие показатели. Ну что? Тарасенко не смог замкнуть дальний угол. Ответ канадцев. Рвется вперед Сегин. И Сегин щелчок с острого угла прямо в Бобровского. Бобровский шайбу ловит. Бернс на ваших экранах. Бренд Бернс. Мощнейший, высоченный. 196 сантиметров. Под 100 килограммов вес. И наш. Но Белов, по-моему, если уступает физических данных, то совсем немного. Белов отлично сыграл в полуфинале с американцами. Наверное, лучший свой матч здесь провел на турнире. А это Сидни Кросби. 27-летняя звезда Канады. Вторая тройка без изменений. Малкин. Передача не нашла Куликова. Удачно подставил клюшку. Тот же Малкин. Холл. Кросби выбирается. И что будет делать? Бросок. Да, вроде бы Куликов здесь был и Малкин. Тем не менее, выбрался из этой ситуации Кросби. И даже бросил. И поехал меняться. Капитан сборной Канады Сидни Кросби. Клюмин пас в направлении Мазякина. Смена состава. А канадцы рвутся вперед. Вбрасывает шайбу Берри. Ковальчук Тихонов. Широков у нас появился. Впервые в матче. И спеца. Мощный щелчок. Блином отбивает шайбу Бобровский. Вот снова спеца. 90-й номер. Из Далласа. Идет прямо на пролом. Прервал передачу. Широков у нас, да? Широков. Первое появление на льду в этом матче. Собственно, в полуфинале он тоже не сыграл. Был заявлен, но не сыграл с американцами. Что, получается, на скамейку сел Плотников? Мы сейчас посмотрим. Ну вот Широков вышел, сразу залез опять же в зону вратаря, в зону ворот. И тут же игра была остановлена. Вбрасывание в средней зоне. Широков был не согласен с таким решением арбитра. Считал, но что он никак не влиял на игру вратаря. Но, тем не менее, коньки были вратарской площади. Виктор, все окончательно разъяснилось. Гадонов не играет. Травма, полученная в матче со шведами, видимо, дает о себе знать. И играют сейчас Панарин, Шипачев и Плотников. Ну, Додонов на уколах отыграл весь матч Соединенными Штатами полуфинальный. Это продолжение все той же истории. То есть эти перестановки связаны с травмой Додонова прежде всего. Эннис. Кутюрье. Как же они легко по нашей зоне раскатывают, а? По-моему, клюшка попала в лицо Панарину. Нужно удалять. Да, и поднята рука арбитра. Опасная игра была вот такой поднятой клюшкой против Панарина. Так, ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, что тут Белов разговаривает, а точнее арбитр разговаривает с Антоном Беловым. Давайте посмотрим еще раз. Вот Панарин, ну, действительно, да, получает так удар по лицу. Подлый удар от Кутюрье. И тут же Белов Хемьюса сбивает. Вот такой, да, толчок на борт получился. Дело в том, что в этот момент уже выходил шестой полевой игрок у нас. Бобровский уехал с площадки. Нужно было думать о том, как реализовывать численные преимущества. А получился вот такой фолл. Поэтому Кутюрье садится на две минуты. Ковальчук на правах капитана разговаривает с арбитрами, но ничего изменить нельзя. И двухминутным штрафом наказывается и Белов. Обидно нарушать правила, когда отложенный штраф в пользу твоей команды. Ну, что делать? Тарасенко на вбрасывании. Тарасенко и Овечкин у нас. Если говорить о нападающих и защитнике, Куликов и... Что там с Куликовым? Сейчас меняется со стопой. Да, и Антипин. А это Тарасенко. Тарасенко пошел сам. Оставляет Овечкину. Неплохо, но... Щелчок Овечкина мимо ворот. Овечкин. Овечкин. Пытался сделать то, что он делал. Помните, в начале первого периода с вмещением в центр. Сейчас защитники остановили. Овечкина сегодня самая-самая акклиматизация пришла вот на... День штанга. До фоли. Не в первый раз уже наш штанга спасает. Кулемин. Пас на Малкина. Кулемин. Вот щелчок. Но вот неплохо разыграли. И Чудинов. Но надежен Смит. И Малкины снова Смит. У них еще и вратарь отлично играет. Между прочим, канадцы пока в серии плей-офф не пропускали. Сухие победы одержали над белорусами и над чехами. И вот уже третий период. Опять они на ноль играют. 9-0 у сборной Белоруссии. 2-0 у команды Чехии. Но в матче с чехами они выбили 2-0. Но было полное ощущение, что канадцы в любой момент могут еще прибавить и забросить еще. Вам не показалось тогда, Андрей? Да. Было такое ощущение. Но вот сегодня, по крайней мере, 2 периода канадцы провели, наверное, на максимуме. И это штанга после броска Тафоли. 24 секунды. В неполных составах проведут соперники. Пропустил шайбу в нашу зону Яковлев, Куликов. Пас на Плотникова. Плотников вошел в зону. И такая передача довольно тонкая на Тихонова. Но Тихонов немножко не успел. И клюшку подняли. Эберле. Очень хвалили шведских защитников. Помните, перед нашей игрой с командой Швеции. Но там мы нашли ходы, нашли пути. Думаю, что у Канады оборонка посильней, чем у того нашего соперника. Ну и потом, когда такой прейтинг, такое давление осуществляет атака, то и в обороне играть легче. Снова Бобровский выставленным щитком шайбу отбивает. Овечкин. Тарасенко. Тарасенко огляделся. Тащит, тащит шайбу. Миронов ждал передачи на ту синей линии. Не услышали стук его клюшки по льду партнеры. Но, собственно, там другое продолжение было. Вот он, Миронов, Андрей Миронов. За нашими воротами. 14 минут до конца третьего периода. Фонарин. Упас на Плотникова. Шипачев. Перехват. Ну, можно вспомнить слова Егора Яковлева в перерыве во флеш-интервью, который сказал, что надо постараться забросить шайбу. Тогда и уверяем вас, характер игры изменится. По крайней мере, хочется на это надеяться. Другое дело, что пока нет возможности не из чего забрасывать. Хотя вот пропустить могли сейчас легко. Сегин бросал. Сегин. Сегин автор четвертой шайбы, да? Да. Сегин. Идти дальше, идти вперед своих хоккеистов. Канадских фанатов здесь тоже очень много. Наверное, ну, я бы сказал, что чешских больше всего. Естественно, как хозяин Бобровский ловит шайбу. На этом чемпионате наших очень много болельщиков. Но вот канадцы прилетели из-за океана тоже в достаточном количестве. Бернс. Это самый бросающий в сборной Канады. У него 31 бросок был до этого матча. Еще три по итогам двух периодов. В общем, это ярко выраженный такой атакующий защитник. Плюс у него больше 22 минут за матч в среднем набегает. В общем, лидер обороны. 88 номер Бернс. Ну и вошел в тройку лучших игроков сборной Канады. Она уже определена по итогам турнира. Вместе с голкипером Смитом. И кто еще третий, Андрей, напомните. Жиру, по-моему. И Жиру, да. И Жиру. Клод Жиру центрально подальше первого звена. Такая тройка. Белов. Мазякин. Мазякин за воротами. Оставил Малкину. Малкин. Кулемин подставлял клюшку. Мазякин шайбой. Кулемин. Малкин. Очень неплохая передача. И за воротами делает вираж. Белов. Он может сыграть в атаке. Хорошие навыки. Так и атакующего игрока. Снова Белов шайба уже в своей зоне. И падает как-то уже не первый раз Илья Кобальчук, да? Илья очень нестабильно, я бы сказал, проводит этот чемпионат. Хотя он вроде бы и набирает очки по системе гол плюс пас. Но это, конечно, ведь не самое главное. Стадион заполнил. 17.38 истребитель на табло. Кстати, здесь побит рекорд посещаемости Минска. Причем побит еще на стадии четвертьфиналов. Все восхищались посещаемостью фантастической в Минске год назад. Здесь уже в четвертьфинале пришло в финалах на 12 тысяч больше. В среднем фантастика заполняется как арены, особенно в Фраге. Ну и более миллиарда телезрителей. Поэтому, когда в очередной с президентом жены федерации Ирина Фазелу сказали, что что-то часто слишком чемпионаты мира проводятся каждый год, надо пореже. Он сказал, что с такой посещаемостью надо два раза в год проводить. Интерес очень большой. И давайте напомним, что с 6 по 22 мая следующего года чемпионат примет Россия. Москва – это арена легенд. Новый стадион Петербург – это реконструированный дворец спорта юбилейный. Пока мы об этом рассказывали, вот Виктор Тихонов, умышленная задержка игры это называется, но это вот выброшена шайба была за борт и двухминутным штрафом наказывает Виктор Тихонов. На точке выбрасывания Жеру. А у нас Анисимов-Ковальчук, Миронов и Чудинов обороняются. У них Кросби с партнерами. Вот Кросби сейчас у синей линии. Идет передача, пошел, пошел по центру. Открывается, меняется местами с Бернсом. Вот он, Сидни Кросби. Пас Бернсу. Бернсовому партнеру по обороне через Бернса на Кросби. Ну и вот голевая передача Кросби и Клоджеру. Добрасывает пятую шайбу ворота Бобровского. И свою третью на турнире. 3 плюс 6, у него 9 очков. Удаление канадцы реализовали достаточно быстро. Удаление Тихонова. А, 3 плюс 7, у него еще голевая передача сегодня. Ну вот делает свое дело Сидни Кросби. Может быть не так заметно, как это от него ожидали. Ну, свое дело дело, это очень важно и забрасывает шайбы и голевые передачи. Он сегодня забросил, да, свою четвертую шайбу. Это седьмая голевая передача. В общем, так уже, да, 11 очков, если не ошибаюсь, Сидни Кросби. Мы ничего не упустили, да. Второй бомбардир Филадельфии Жеру. Участник чемпионата мира 13-го года. Там, где канадцы выбыли на стадии четвертьфинала. Вообще можем вспомнить, что дважды мы их останавливали. В 10-м году и в 11-м, потом в Словаке, потом в Шведе, в прошлом году в Финне. И вот теперь канадцы разозлились, привезли очень мощный состав. И 5-0 в финале пока. Но, тем временем, положение вне игры, вбрасывание. А мы видим повтор заброшенной шайбы. И снова отчаянный бросок Бобровского, который перемещался по линии ворот. Но тут сложно, я не знаю, так сказать. Кто-то скажет, может, сегодня Бобровский не так выручает, как в полуфинале с Соединенными Штатами. Но дело не в нем. Я бы им вообще камень не бросил нашего Бобровского, когда в него так бросают шайбы. Тут должны определить, если уже не определили символическую сборную. Вверх тройку лучших называют организаторы. И пятерку, и шестерку журналистов. Но вот у нас пока нет информации. Я бы на самом деле Сергея Мазякина бы включил. Одним из, в эту сборную, один из претендентов, я считаю, железных. Он очень хорошо провел турнир. Очень здорово. Ну, мы говорим, четыре первые шайбы в четырех матчах подряд. И такой важный гол, переломный гол в матче с американцами в полуфинале при счете 0-0. Тем временем на табло появилась информация. Это 741 690 тысяч. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вот это да. Ну, вот это еще такая ошибочка Бобровского. И уже как в теннисе. 6-0. Мы рассказывали вам об этом хоккеисте Нейтан Маккинон. 19-летний, лучший новичок Национальной хоккейной лиги прошлого сезона. И вот он сказал свое слово. Видите? Пытался поймать эту шайбу Сергей Бобровский. Но сильный бросок и не удержал. Не удержал в ловушке. Видите? И радость Нейтана Маккинона. 19-летнего киста. В марте получил перелом ноги. Но очень хотел сыграть. Там пропустил концовку чемпионата НХЛ. А к сборной подготовился. Приехал. Первый номер драфта 2013 года. Да, на общее количество зрителей 741 690. Вот это тот самый подтверждение того рекорда, который был установлен на этом чемпионате. Ну, тут многое, конечно, зависит от вместимости арены. У нас Тарасенко получил удар болезненный. Катится к скамейке, держась за лицо. Все 33 несчастья. Да, арена 17383 зрителей как раз вмещает. Это фантастика. Ну, у нас арены поменьше. Вы говорили уже о 80-м чемпионате мира, который пройдет через год в Москве и Санкт-Петербурге. Хорошая очень арена. Особенно новая арена легенд. Но, конечно, она поменьше, чем эта. Вот что произошло, Тарас. Так. Клюшкой. Эберле. В глаз попал. Боже мой. Я надеюсь, это неумышленно было. Я верю, по крайней мере, в то, что это было неумышленно. Панарин, Шипачев с ними по-прежнему. Плотников, которые, напоминаю, выходят в этой тройке вместо травмированного Евгения Додонова. Панарин. Ну, Панарин себя очень хорошо проявил на этом турнире. Необходимо просто отметить, и как он расстраивался из-за этих нереализованных булитов. Помните, да, вообще, ну, это показывает, что не просто талантливый, хороший кэки, с хорошим пасом, с хорошей обводкой, ну, и такой очень болеет душой за команду. Ответственный, да. Но вот сегодня, сегодня этого не хватило. Очень сильная канадская сборная. Еще раз говорю, специалисты называют этот состав канадской команды лучшим за последние 10 лет. И вот мы, по ходу, турниру называли вам и фамилии, и по ходу, члены этого матча, и возраст. Тут и взрослые хоккеисты, и совсем юные. Очень хорошее сочетание. И средний возраст, 25 лет. Моложе только сборная США по среднему возрасте. Ну что, может быть, мы все-таки забросим? Тихонов пытается. Тихонов не сдается до конца. Нет, я не хочу сказать, что кто-то из наших хоккеистов сдался. Просто Тихонов, может быть, у которого не лучший сезон. Он очень хотел проявить себя на втором чемпионате мира подряд. И он борется, бьется. Не зря был переведен в первое звено, в первую тройку. Мазякин. Пас на Малкина. Малкин по центру Кулемин. Малкин падает. Продолжает борьбу уже сидя. Куликов. Мазякин. Неплохо разыгрывает. Мазякин мимо ворот, к сожалению. Шайбу Куликова. Снова Мазякин. Есть, 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 есть. Сергей Мазякин размочил счет. Мощный щелчок. Гол сродни тому, что он записал на свой счет в матче с американцами. 6-1. Сергей Мазякин. И комбинации вообще вот последнее. То, что мы творили в зоне канадцев. Последнюю минуту, наверное. Она заслуживала такого завершения. Вот видите, один щелчок Мазякина. Потом идет пас от Куликова. Мазякин прямо по центру щелчок. Клюшка была... Нет, не была подставлена клюшка. Это напрямую. Шайба влетает в ворота Смита. Там рядом был Малкин. Может быть, он своим присутствием Смита смутил. Мощнейший щелчок. А может быть, подправил. Вы знаете, может быть, подправил. Нам показывают Малкина. Действительно, клюшка была подставлена. Да? Ну, сейчас услышим объявление суди-информатора. Семь минут до конца третьего периода. И да, это гол Евгения Малкина. Два ассистента Дмитрий Куликов и Мазякин, который нанес мощный щелчок. Но это гол Малкина. Пятая шайба. Пятая шайба при пяти голевых передач. Десятый очко набирает Евгений Малкин. Ну, он разыгрался по ходу турнира. И замечательно сыграл со шведами, забросив две шайбы. Особенно важной была четвертая при счете 3-3. И об этом говорили и наши тренеры, и игроки. Овечкин. Вы знаете, как отреагировали. Вот сейчас трибуны скандируют в России. Как они отреагировали на шайбу Малкина. Понимаете, так вот не реагируют на одну шайбу после пропущенных шести, если болельщики недовольны командой. Если они увидели какую-то неорганизованность, какое-то наклевательское отношение. Нет, этим и не пахнет. Наша сборная играет, старается изо всех сил. И поэтому именно так болельщики отметили пока эту единственную шайбу. Которая, в общем-то, мало что меняет по ходу матча. И это очень правильно. Так на нее отреагировали люди, которые прекрасно понимают, разбираются в хоккее, разбираются в человеческих эмоциях. И умеют оценивать по заслугам то, что должно быть по заслугам оценено. И продолжая вашу тему, Виктор, мы с вами помним, как буквально там три часа назад чешские болельщики аплодировали долго, несколько минут своей команде, которая, увы, осталась без медалей. Там еще и проводы Яромира Ягра состоялись, замечательно здесь сыгравшего. С той овацией хоккеистам благодарили за усилие, за игру, пусть и без медали остались. Команду, которая проиграла подряд 0-2-0-3, не забросив ни одной шайбы, кстати. Ни в полуфинале, ни в матче за третье место. И это правильная оценка. И Ковальчук, наш капитан, бросает шайбу в зону. К ней устремился Тихонов. Канадцы Ковальчук на месте защитника. Помешал Миронов. Опять Малкин, Мазякин, Кулемин. Хотелось бы понять, что Старосенко настолько серьезно повреждение. Нам вот не показали сейчас. Мы видели, когда врач ему оказывал помощь, но на скамейке или запасных он. И у нас рекламная пауза. Итак, мы продолжаем прямую трансляцию с О-2 арены в столице Чехии, в Праге. Финал. Сборная Канада выигрывает у команды России со счетом 6-1. Такие результаты в противостоянии нашим с канадцами были и в нашу пользу. Это случалось не раз. Есть и похожие результаты. Но вот сегодня так сложилась борьба. Бесспорно, я не знаю, может быть вы будете как-то отваривать этот тезис. Мне кажется, что сегодня на площадке две сильнейшие команды в мире. Две сильнейшие команды в мире, но очень сложно что-то противопоставить вот этому варианту сборной Канады. Наши забросили шайбу престижа. И продолжают, продолжают идти в атаку, пытаться идти. Вот уже Кулемин. И щелчок. И отчаянно борется, отчаянно борется Евгений Малкин. И получает повреждение Малкин. С трудом поднимается, но принимает участие в этой атаке. Вот все, канадцы шайбы перехватили. Да, в седьмом году Канада выиграла в предыдущий раз чемпионат мира. В Москве причем. И тогда 9 было матчей. Другая формула, 9 матчей. Которые содержали 9 побед. С нами тогда не встречались. Так не сложилось. И Бобровский. Бросал спеца. Переправлял шайбу просто убойной позиции. Джейсен Спеца. Бобровский молодец. Ну и надо сказать, что победители и призеры чемпионата получат впервые в истории удивительные медали, сделанные из богемского хрусталя. У победителей будет золотая окантовка. Серебряные медали будут покрыты палладием, а бронзовый красным золотом. Вот это такая интересная, мне кажется, информация. Впервые в истории. Впервые в истории канадцы получат миллион долларов. Некий джек-пот установлен в Международной Федерации. Команде, которая одержала победу во всех матчах турнира. Причем без овертаймов, без булитов. Просто в чисто игровое время. Это вот такая инициатива. И впервые вручается... Кстати, мы его получили, да? Такой этот миллион в Минске в прошлом году. У нас был такой результат. Но вот сейчас его добиваются канадцы и очень вовремя для себя. И в Минске в 12-м году в Хельсинке-Стокгольме. Вернее, в Стокгольм-Хельсинке. А сборная СССР четыре раза завершала турниры с таким показателем. Действия победы из десяти. Семьдесят третий, семьдесят пятый, восемьдесят шестой и восемьдесят девятые годы. Но тогда вот такого приза не было. Нам напоминают, что Сидней Кросби набрал сегодня два очка. Он сделал голевую передачу и забросил шайбы. Вернее, в обратном порядке сначала забросил шайбу. А потом, вот видите, вот как раз отметился голевой передачей Александр Овечкин. Ну, опять же, нам намекают на эту дуэль. Такую условную дуэль. Я не знаю, особо они сходились-то на площадке Кросби Овечкин. Просто это афиша, афиша матча. Да, нужна какая-то яркая афиша для зрителей. Панарин. Забросил бы Панарин. Он бы слушал это всей игрой своей на турнире. Он и так-то провел пять шай пять. Плюс пять у Панарина показатель на турнире. Пас. Смин выручает даже здесь. Уже казалось бы Белов бросался на поражение. Но на поражение, я имею в виду не поражение, я имею в виду такую убойную позицию, в которой находился Белов. Плотников на ваших экранах. Сергей Плотников. Наверное, он сыграл не так блестяще, как на чемпионате мира в Минске, где он попал в символическую сборную. Но очень старался. Я, наверное, ему бы адресовал те же слова, что я адресовал некоторому Тихонову. Борется, делает передачу, выцарапывает шайбу. Но это не нравится канадцам. И Белов здесь же участвует в этой стычке. Меньше двух с половиной минут до конца этого матча. Сборная Канада идет к золотым медалям. После долгого перерыва. Последний раз канадцы становились чемпионом мира. Восемь лет назад, кстати, на чемпионате мира у нас в России. Брошены были большие силы, создана хорошая команда. Несмотря на то, что сейчас проходит матч Кубка Стэнли. И вроде бы говорят, что вот вся Канада следит только за матчем Менхелл. Ничего подобного. Очень большое внимание. Именно потому, что такую команду канадцы собрали. И отправили за океан. Не прошла передача, не прошла, но Малкин не сумел зацепиться. А пас шел от Кулёмина. Из-за ворот. Мазякин устремляется к шайбе. Здесь Экблад рядом с ним. Росби. Эберле. Вообще, пражский лед для нас не очень счастливый. Мы лишь раз здесь побеждали в 78-м году. Тогда, кстати, впервые под руководством Виктора Васильевича Тихонова. Он возглавил сборную СССР после серии неудач. И вот мы выиграли сложнейший турнир тогда. А в 92-м году без медалей в 2004-м. Без медалей, но здесь серебром. Вот забавный эпизод. Падение. Падение Сидни Кросби. Но Кросби поднялся, поднялся вместе с командой. Уже совершенно ясно, что он поднимается вместе со сборной команды. Капитан поднимется на высшую ступень в виде сталопочёта. Не зря так стремился в сборную. Не зря так хотел. Не зря его сделали капитаном. 27-летний нападающий Питтсбурга. Вот, Виктор, мы вспомнили московский чемпионат мира седьмого года. Хемьюс из того состава. Таким образом, этот защитник второй номер станет двукратным чемпионом мира. А Кросби попадает в золотой клуб ИХФ, как он и хотел. Карасенко, он вышел на лёд всё-таки. Оставляет Овечкину. А Овечкин... Лично, что Хемьюс тогда проиграл нам. Если не ошибаюсь. В седьмом году? А в седьмом году он тоже был. В седьмом году. Потому что он был в девятом году. В девятом, да. А в седьмом он... Да, да, да. Да, конечно. Итак, последние секунды этого матча. Ну что же. Вот такой финал. Вот такой финал. Мы владеем шайбой. Мы забросили сегодня шайбу престижа. Ещё раз скажу, что, несмотря ни на что, наша команда удостоилась аплодисментов от болельщиков, которые собрались здесь, на стадионе в Праге. Я думаю, друзья, вы тоже наградите нашу команду аплодисментами. Она боролась. Она боролась. Щелчок. Последний щелчок по воротам фонарина. Как некая эстафета, если хотите, в будущее. Мы выиграли достойно в этом турнире. И в этом матче сделали всё возможное. Но прыгнуть выше головы не удалось. Думаю, можем гордиться нашей командой. Они боролись, несмотря на травмы тех, кто играл. Несмотря на травмы тех, кто не смог приехать. Радулов, Григоренко, Датсук, ведущие защитники ЦСКА. Следующий чемпионат у нас через год. Давайте возьмём за основу лучшее, что было здесь. И будем готовиться к престижному домашнему турниру через год в Москве и Санкт-Петербурге. На этом мы заканчиваем серию трансляций чемпионата мира из Чехии. С вами были Андрей Голованов и Виктор Гусев. Всего вам хорошего, друзья. Не расстраивайтесь. Будем играть, будем жить, будем выигрывать. Берегите себя. Берегите себя.